Иерусалим и которому мы посвятили много сюжетов и фильмов. Кнесет провозгласил Иерусалим столицей государства Израиль в декабре 1949 года, но восточная часть города еще 18 лет была под властью Иордании. День Иерусалима отмечается 28 ияра по еврейскому календарю в честь высоединения столицы Израиля после победы в Шестидневной войне. Его главная традиция – марш с лагами по центральным улицам Иерусалима к старому городу, к оставшейся от еврейского храма западной стене – Котелю. В традиционном шествии участвуют тысячи израильтян из разных мест страны и гости Израиля. Демонстранты утверждают свое право на весь неделимый Иерусалим. Право это, с точки зрения мирового сообщества, не бесспорно. Арабский мир не оставляет надежд и прилагает все усилия, чтобы Иерусалим стал алькутцем – еще одной арабской столицей, коей он никогда не был. Но если до сих пор оспариваются факты тысячелетней еврейской истории, то что же говорить о том, что произошло 50 лет тому назад? Последние годы в угоду палестинцам и под давлением прежней американской администрации строительство на принадлежащей евреям земле в северной и восточной части города было фактически приостановлено. Надеемся, пришли лучшие времена. В Израиле немало мест связано с героическими страницами истории, с прощающими войнами, но есть в Иерусалиме уникальное здание, которое стало свидетелем и войны за независимость, и боев во время шестидневной войны – дом на рубеже. Сейчас оно находится в центре города, но до 1967 года именно здесь, по этой линии, и проходил рубеж – границы с Иорданией. С 1948 по 1967 годы дом был укреплен пограничным пунктом Цахала. А во время шестидневной войны по этой дороге со стороны легендарной арсенальной горки в Иерусалим зашли израильские танки. Пробоины, следы от пуль и взрывов на фасаде – все осталось как прежде. Русские израильтяне иногда называют здание «домом Павлова» по аналогии с символом Сталинградской битвы. По линии границы 1967 года сейчас проводят специальные экскурсии. Даже многие израильтяне не подозревают, что не только старый город с Храмовой горой, но и такие иерусалимские районы, как Гиват-Сарфатит, Тальпиот, Ромат-Эшколь и самые крупные – Ромот, Пизгадзея, Бгело – присоединены к еврейской столице после 1967 года. И те, кто говорят о возможном повторном разделе Иерусалима, просто не понимают, что за так называемой «зеленой чертой» останется большая часть еврейского населения города. Иерусалим никогда не будет разделен, и он принадлежит только еврейскому народу. Реальность на территории такова, что правительство никогда не согласится передать часть Иерусалима палестинцам. «Мы на это надеемся. Я верю, что нынешнее правительство не хочет разделить Иерусалим. Я надеюсь, что и в будущем это не случится». Ибрагим в детстве научился русскому у монашек местного Горинского монастыря, где его отец доил коров. «Вы хотите, чтобы Иерусалим был снова поделен на еврейскую половину и на арабскую половину?» «Нет. Это нельзя. Нельзя». «Да, не дай Бог, чтобы Иерусалим снова разделили». «Разве можно отнять у детей их мать?» «Я надеюсь, что мы не придем к новой берлинской стене, которая будет стоять посреди города». «Она была нонсенсом и в конце концов упала. Так что я думаю, что решение будет найдено». «Иерусалим растет, развивается, молодеет и, надеемся, второй берлинской стены здесь никогда не будет». «Я ущедай. Я ущедай. Я ущедай.»